включая свою шарманку всем привет это не трезвые бездельники тут артем кирилл это вот так это было в лет ночи так и начнем оставляй нормально в общем да действительно нетрезвые бездельники и начали уже артем был прав короля слез короче на королеву залез да я хотел сказать что с корабля на бал как там пишемся в говно короче все нормально мы начнем с фильма с кинокартины блять три билборда что-то там возле эбинга миссури штат на границе эбингдона миссури мы уточним короче эбинг по моему ну там такое короче давай посмотрели буквально часа не прошло как мы вышли из кинозала и все что вам нужно знать что фильм заебись да и если вы а я надеюсь вы увидите или услышите этот подкаст довольно быстро и вы успеете прям посмотреть потому что были всего несколько обычно сеанса да мало идет хуйки блять мы вспоминали когда смотрели такой не сейчас да давай мы расскажем про фильм а потом расскажем эту ситуацию короче фильм его уже как минимум номинировали на хули арт всяких наград помощи до его до хрена на оскар но это меньше чем у формы говна блять форма 11 что-то у форма говна да там на все и и нами не кстати то что я посмотрел сегодня этот фильм и он мне очень понравился говорит на самом деле не в пользу его как оскароносца потому что как правило оскар дает всякому говну который ты такой смотришь со системы мстителей нравится да причем тут это а именно оскара не дает о том речь да я и говорю что типа фильмы обычно которые нормальные которые я считаю и котирую их никогда не дают оскаре когда смотришь потом такой типа вот лучший фильм года а там мальчику негру дрочит другой мальчик не смотри фильмы на гей-порно сайтах это блять фильм нахуй прошлого года главный фильм с точки зрения оскара блять короче три билборда это типа фильм по сюжету в котором у женщины поджигают сжигают и насилуют дочку но мусора не могут найти виновника и она немножко едет кукушкой и начинает по-своему пытаться привлечь внимание общественности чтобы растормошить мусоров на самом деле фильм достаточно да на самом деле фильм достаточно простой в плане сюжета то есть реальная история очень простая там никаких нету таких гулять додумок каких-то нет все очень просто все то что может каждый понять там какие-то там болезни какие-то ситуации жизненные происходящие кто-то мудак это кажется неинтересно но на самом деле удивительно как фильм раскрывает вот этот момент потому что он реально вообще ни на секунду не скучный я тут это у меня немного другие ассоциации мне вот показалось что это фильм из-за разряда каких-нибудь блять че этом перечислял пролетая на гнездом кукушки достучаться до небес форрест гамп они тоже более-менее простым типа когда они подают ну типа по сюжету это драма вот по всем параметрам но они подарю подают с какой-то непринужденностью с юмором мальца вот например вот в этих же билбордах там очень охуенно угорают над ниггерами да там много чем смешно да если что фильм проходит тест на ниггера это официальная африканская проверка фильмов от нетрезвых бездельников вот африканскую проверку этот фильм проходит то есть тема расизма нетерпимости этого она нормально мексиканцев мексиканцы на велосипедах там как обычно толстый мексиканец что вы хотите не толстый был стоматолог не это конечно тоже на велике мне кажется в америке у них вообще фильмов типа принято охуенно типа стебаться над всякими меньшинствами а потом такие хохохо у нас такой типа юмор надо машинистку взять машинистка она так называется вот кто печатает есть машинист это кто на поезде ездит а машинистка это тот кто печатает кстати да не это вот про феминитивы о том что вы вчера говорили типа если машинистка женского рода это та который печатает а нету мужского рода мы отвлеклись потому что блять короче в фильме на самом деле вот когда говорят мне что типа ебать кто-то блять хорошо играет, и мне потом, блядь, как... Константин Хабен. Да, как... Нет, вот и говорят какого-нибудь героя, типа, блядь, Джейсон Стэдхэм охуенный актер. Ну, типа, блядь... Хуенно в Адреналине сыграл чувака. Ну, типа, короче, когда актеры одинаково играют во всех фильмах, это полная хуйня. Вот, блядь, я сегодня посмотрел фильм, в котором, ну, реально, я не знаю, кто это, актриса, женщина, но она... Она, кстати, у нее все роли такие, чувак. Ладно, окей, Сэм Роквилл охуенно сыграл ретарда, блядь, полицейского. Блядь, вот этого придурковатого чувака. А, придурковатый, блядь, охуенно, да. Блядь, он обычно играет, Сэм Роквилл, таких, типа, мачистых пацанов, которые, блядь, пиздоты охуенные, типа. А тут он реально такой, блядь, ретард деревенщина. Кстати, я во время фильма загуглил, Миссури, это средний запад, это, блядь, нихуя, не юг, и это, я-то думал, что это... Ну, средний запад, это тоже там... Я-то думал, там прям... Так это практически. Это же где-то, по-моему, в районе тоже, там, Техас, вот эта вся хуйня. Блядь, там самая охуенная бабка актриса. Какая бабка? А-а-а. Ну, бабка мамаши вот этого чувака Сэма Роквилла, да? Да, Сэма Роквилл. Не, на самом деле, блин, с точки зрения актерской игры у меня вообще нет претензий, но самое главное, что у меня нет претензий к тому, что ты реально достаточно такая, в принципе, простая, без каких-то, блядь, изъебов история, но ты реально сидишь, тебе интересно, ты, как бы, наблюдаешь... Она очень хорошо подана. Да, и при том, что, да, очень много неплохого юмора, то есть, блядь, у нас даже, кстати, сказали такие, блядь, вам 18 есть когда в кино шли? Блядь, просто меня увидели. А? Тебе сказали 18. Нет, ну нам всем, типа, а 18 есть? А, видимо, им там сказали, сказали, тут, блядь, про гандоны орут, блядь, в фильме, блядь, через слово и про суку. Блядь, а когда мы шли на фильм, где баба в ванной мастурбирует и сиськи показывает, нормально, похуй. Да, что ты бабы будет показывать. Кстати, да, да. В общем, художественный фильм три билборда на границе Эббинга-Миссури. Он неплох, и мы крайне рекомендуем, и мы, как говорится, скачать. Можно и скачать. Можно, кстати, скачать. Я не думаю, что ты много потеряешь, не пойдя в кинотеатр, скачал. Нет, ну это фильмы такие, которые в кино смотреть абсолютно необязательно. Да, но это как с точки зрения хайпа, я думаю, что сейчас, в ближайшую неделю в интернете его будут нормально так обсуждать, и это как, типа, как ебаный футбол, когда идет какое-нибудь первенство знакомое, или как ебаная Игра Престолов. Давайте, я сейчас тут это жары подброшу. Кстати, о Игре Престолов. Что, ты начал смотреть? Нет. А, там играет карлик этот Дин Клейдж, блядь. Ну да похуй. Вот он, кстати, он где играет. Он, кстати, вообще абсолютно. Игра Престолов им, типа, всем, типа, скажет, типа, вы не можете больше нигде сниматься. Ну, типа, контракт такой. Ты где-нибудь видел, Кларк, вот эту, как? В Терминаторе. Так это когда было-то? Чего, блядь? Ну, блядь, Терминатор, который последний, вот этот хуёвый. Так он был тысячу лет назад уже. Ну, это уже было, когда Игра Престолов. Ну, окей, ладно, похуй. Ну, ещё она в какой-то хуйне такой романтической бабе ей снималась. Да это нормально, тем никого так не принуждают. Единственное, что Генри Кевилла, бля, принудили. Сказали, блядь, ты не сбривай усы, сука. А, и такие эти в Ворнерке, окей, замажем. Давай, чё-нибудь делай. Чё-нибудь делай. Ладно. Всё, мы закончили, да? Ну, если у тебя есть что-то сказать по поводу этого фильма? Он, на самом деле, реально хороший, но много про него рассказывать нечего, потому что он такой чистый сюжетный. И если мы сейчас начнём про сюжет, мы немногочисленные спойлеры. Там надо идти и смотреть. Да, или сами потом посмотрите. Ну, в общем, надо. На Xbox играть... Есть об этом что поговорить. На Xbox есть игры. На Xbox есть игры, все охуели, да? Но это не конец истории. Алексей, кстати, явно адепт Xbox'а. В зелёной кофте, потому что. Надо отъебись от него. Короче, по-моему, там бета-тестирование, игра заключается в том, что ты, типа, на корабле, у тебя команда, это вот твой боцман, хуёцман, эти, кто драет палубы, короче, и ты, вот, типа, команда пиратов, плывёшь, и там тебе кто-то другой противостоит. Понт в том, что, короче, чувак, он, по-моему, либо грек, либо турок, он такой, типа, попал в тиму русских. Ну и русские сразу и вот такие, типа, в бан захулили. В трюме, они его в трюме заперли. А, я слышал, да. А бан это там, ты в трюме сидишь, и нихуя не можешь сделать. Короче, чё это турок начал пытаться, он что-то такой, отпустите, я хочу поиграть, у меня стрим, а потом такой, врубил Google Translate, такой перевёл всё, и заучивал фразу, типа, отпустите меня, пожалуйста. Он пытался общаться с русскими через Google Translate, на самом деле... Матом надо было, как в кинофильме «Окно в Париж», когда там француженка влияет. Блядь, там говно, вот это да. Это всё звучало как «Отпутите пожар для стя». Ну понятно, как и все. На самом деле, Sea of Thieves, он, ну, для меня это была всегда какая-то хуйня, и единственное, что игру хоть как-то выгораживало, что это Rare её делает. А её Rare делает? Да, её Rare делает. Но Rare, когда они под конвоем Microsoft стали, стали делать какую-то хуйню бесконечную. Короче, не закапывайся. Да, но суть в том, что реально эта игра, многие сказали, что она просто феерическая квинтэссенция того, как должен быть кооператив выглядеть, потому что это реально... Кооператив? Ну, почти. Кооператив. То есть там, прикинь, Кирилл, идея в том, что если ты, типа, рулевым стоишь за рулём на лодке, там так всё сделано, что тебе, блядь, тупо не видно, куда ты плывёшь, и тебе минимум нужен чувак, который тебе подсказывать будет. Ну, такой там сверху сидеть. Ты, типа, приплыл на остров с командой, типа... А, то есть у тебя пробоина, короче, у тебя никакого интерфейса нет, надо спуститься в трюм, увидишь, что там пизда воды, и надо вёдрами выкачивать. Блядь, слышишь, это что же самое, наверное, как вот эта вот хуйня и проикарус, которым Эдисон играл. Ну, типа, про дирижанную, да? Про Цоя, блядь, это... Какой Цоя? Виктора. Слушай, Карус. Это что? Его Сульхару сбил. Да? Ладно, всё, хорош. У нас оператор просто не знает про Цоя. Хуйня, короче. Не знаю, наверное, у Герина и переходил через дорогу. Давайте называть тебя любого человека за кадром оператор. Бля, мы типа такие поднялись, а нас, верно, причём у нас такая просто чисто фиксированная камера. Нихуя не происходит, мы сидим тупо ржал. Его операторы ещё периодически видны, как он за стаканом. Оператор. Какой оператор без стакана? Короче, хусьнемся в Сивс, блядь, давайте... Я попозже... Давай уже о серьёзном чёмстве. Да, короче, новость. Не смотри туда, там пиздец. Новый... Я знаю это, да. Новость. Австралиец решил в суде доказать своё право заниматься сексом с собакой. Ну, а чё, приятно же. Итак, оштрафованный за секс со своей собакой в июле 2017 года житель австралийского Брисбена какой-то там подл апелляцию и намерен доказать законы своих действий. Бля... Он, короче, ну, вкратце, он пытается доказать, что это по согласию. Типа, собака, бля, сама... Типа, если ты за, тогда гавкни один раз, если против, гавкни два. Он, типа, считает, что он не принёс никакого вреда собаке и, типа, всё заебись было. Заживаешь и палку даже носит. Да. Бросает. Бросает на него, ладно, всё. Нет, там хорошая фраза была, что, типа, собака ему там что-то яйца лизал или ещё что-то. Да, в частности, владелец заставлял собаку очищать ему гениталии после мастурбации и массировать языком задний проход. Блядь, Алексей! Такие действия привели к тому, что суд не только наложил на мужчину штраф, но и запретил содержать собаку в течение двух лет. А после, бля, ебись-то, колотись! Да. Блядь, а почему нельзя его просто... Попугаев, он его такой заклевает. Ну, а это, типа, недостаточно по законодательству большинства стран. Типа, даже вот у нас ты можешь ходить реально хуярить топорами, блядь, котов. Блядь, сегодня он трахает собаку, а завтра твоих детей. Из-за потепления в Новосибирске участились случаи падения свиристели и светок. Волонтеры связывают такое поведение пернатых с забродившими ягодами рябины и боярышник. Боярышник, кстати, присутствует. Да, и, собственно, девушка подобрала свиристели с признаками черепно-мозговой травмы. И наиболее вероятная причина падения птиц активисты считают забродившей ягодой рябины боярышникой и ранеток. Из-за перепада температур плоды начали бродить. У них там резко потеплело, эти накидались. Как делают бомжи. Да, только бомжи бояры покупают в аптеке. Заразить рябину перебродившую. Кстати, реальная идея тема. Блядь, ты берешь, идешь по улице, ну, условно находишь какую-нибудь рябину, ее какое-нибудь теплое место. Она забродила. Она забродила, потом ее жрешь и такой... Нет, идея лучше. Она забродила, ты ее самогону нагнал, на ацетоне продал. Блядь, идешь по улице. Тебе водки и набухался после этого. Бомжа взял, сожрал, короче, и тебя накрыли. Блин, это старый анекдот, да, про того негра, который сидит под пальмой и к нему подходит белый и говорит, блядь, типа, сними эти. Хули ты сидишь? Он говорит, ну, а что мне делать? Он говорит, ну, вон, десятка коса, блядь, их сними, сходи продай. Купи тачку, потом, блядь, больше продай. Потом найми людей, они за тебя будут бегать продавать. Ну, и потом целую компанию откроешь, будет кокос, а ты будешь сидеть и ничего не делать. Я и так сижу и ничего не делаю, блядь. Короче, хуй тогда с ним, давайте поговорим о насущем. Я хотел бы глобально рассказать, ну, с одной стороны вкратце, с другой глобально. Ты опять про Prey? Нет, про Prey я попозже. Блядь. О том, какой пиздец творится в киномире, блядь, и который отчасти дошел и до России. А что там творится? Так вон там новость про Звездные войны была, про это. Ну и хуй с ней. Короче, блядь, отменили показ смерть Сталина в России. А, ты про это? А там еще Пайдингтона хотели тоже под эту хуйню. На какую-то хуйню причем. Там вообще есть... Там может тоже Сталин присутствует? Нет, там такой прикол, что типа и Пайдингтона, и вот эту смерть Сталина прокатывает кинокомпания Вольга. И типа там уже такая тема, что их хотят убрать. Вот. Ну это конспиративные теории. Инсайдерская информация. Короче, в чем прикол народу реально? Вот у нас такое ощущение, что сидят полные ретарды, блядь, во всех этих органах, которые принимают решения в Минкультах и так далее. Фильм, который базируется, блядь, на комиксе. Это, блядь, как вот нахуй Мстителей запрещать. И они такие, ебать, там типа про смерть Сталина и пиздец. Там в фильме и в комиксе, собственно, рассказывается о том, что, блядь, умер Сталин. Ебать прям нарушили историю, блядь, он же не умер на самом-то деле. Вот. И там про дальше идет типа про передел власти, как там пытаются типа ухватить свои куски, но, ну там, в чуть-чуть юмористическом ключе. У нас же там пиздец, блядь, начали. Ой, нет. А самое смешное, что его типа сначала пропустили и за два дня до уже назначенного этого сказали. Не-не-не, мы посмотрели еще раз, сказали. Нет, типа нам, блядь, Стив Бушами не нравится, блядь, типа мы не будем. Нет, да это видно, что какой-нибудь один хуй залупнулся, который весит больше всех остальных и все. Который, блядь, в Сталина верит нахуй. Вот. Да нет, ну это пиздец какой-то. Я считаю, что, ну, типа у вас есть эти гайдлайны, ну, условных так назовем, по которым, типа, можно прокатывать фильмы и нельзя. Ну, например, типа, показ, как человек хуем своим ебет, там, не знаю, женщину. Вот. Это, типа, запрещено и под рамком порнографии проходит все. Это нельзя, типа, нельзя там показывать то-то-то-то-то. И, типа, если это вот, ну, вот в какие-то рамки включается, то, пожалуйста, у вас есть рейтинговые таблицы. То есть вы можете поставить фильм 18+, дети не пойдут смотреть, ну, типа. Официально. Да они не пойдут. Ну, что там дети еще такие? Да дело даже не в этом. Это уже другой вопрос. Блядь, у этого фильма просто, наверное, рейтинг, а-ля, типа, 60 минус. Да не. Ну, просто, если ты там будешь, блядь, вот какому деду, бабушке скажешь, что, типа, вот смерть Сталина, заебись, в фильме, цените леща отвесит. Ну, блядь, слушай, чувак. Ну, а знаешь, а у нас в стране же модно вот это вот все, типа, блядь, вот надо уважать старших, деды выявали. Ну, понимаешь, понимаешь, это вот настолько надуманная херня, то есть они реально такие просто, возможно, прикинули, что, типа, блядь, прокатывать по России, и там, может быть, где-то постеры на улицах будут висеть. Или никто бы это не делал. Блин, да без постеров он закатива, вот как мы на три билборда делали. Это так же, как три билборда, кто про них знает, вообще нигде ничего не написано. В том-то и дело, фильм-то, блядь, заебатый. Меня вот это бесит, что сейчас все будут смотреть на вот это говно с Хабенским, блядь. Да. Уже смотрят. Так у нас по закону, блядь, нужно, чтобы 50%, типа, все, будет фильмы отечественные. Да, и это бесит, блядь, а самое смешное вообще во всей этой ситуации, что вместо, блядь, смерти Сталина, ну не вместо, а наравне, показывали вот этот высеркомедиклабовский зомбоящий, в котором есть, блядь, миниатюры, где Сталин, блядь, типа, стреляет с двух рук, блядь, из стволов. И вот эта хуйня, блядь, никого нахуй не... Ну, типа, как он расстреливает, типа, я расстреляю, вот. И он расстреливал там. То есть, вот эта хуйня вообще ни одного пи***а, блядь, в Минкульте... Здорово, Минкульт. Вот. Меня тут, типа, не смутило. И почему вот это так... Что за политика двойных стандартов? Это что, Смерть Путина вы фильм, что ли, сняли, блядь? Ты как-то накручиваем, блядь, этот, рейтингом ВД в подкасте. Ты еще хэштеги запиши. Смерть Путина. Название, блядь, полтава. Бля, прикинь, ты будешь смотреть и ждать. Бля, прикинь, такой название, выпуск 26, Смерть Путина и другое. Какие-то падеты там, если в машине летаешь на обложке. И Навальный такой сидит, блядь, пацаны, заебись, надо их к себе на кактус позвать, блядь. Не, обложка, он такой, типа, тут умер, мы такой на столе валяются, а мы такие сидим пиво пьем. Прикинь, реально, нам такой, типа, Навальный звонит и говорит, пацаны, придите ко мне на шоу, мы такие сидим там таки. Блядь, вот так и будет. А сериал? Давай. Гимаш. Один свежий сериал, Смо-трим. Может быть, кто-то уже посмотрел? Хэппи. Я не досмотрел. Я как-то смотрел две серии на пьянке, так и всё. Я, честно говоря, посмотрел тоже две серии. Ну, значит. Ну, не суть. Это та ситуация, когда не типа, бля, пацан, досмотри до третьего сезона, до пятой серии, бля. И тебе откроется. Да, и тебе будет заебись. Нет, это прям с первой серии всё охуенно. Всё, что вам надо знать, это следующий синопсис. Типа, бывший детектив пошёл по пизде в этом мире, и занимается непонятно чем, какими-то заказными убийствами. Непотребностями. И прочими непотребствами, да. Короче. Не преси. И он вот так вот живёт. Стол. Ведь кто трясёт, тот хуй сосёт. Блять, ладно, не буду. Короче, и типа вторая сюжетка, которая пока мне открылась, это то, что похищают какое-то хуйло детей. И у одной девочки есть вымышленный друг, некая такая хуйня к крылам. Это осёл, на самом деле, единорог с крыльями. Вот. И он типа является... Это же его дочь, по идее. Ну, типа, да. Но это вот мы уже спойлянули отчасти. Но это хуйня вся. Да это такие спойлеры, это как Гран Тур спойлерить, что там Кларксон, блять, на Субару. На Егоаре. На Егоаре. Что он в сетачке хуй сосить будет, кроме английских. Да, 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 это вообще спойлер. Так вот, короче, смысл в чём? В этом сериале уживаются две сущности. Первая, это такое достаточно мощное нуарное ультра-насилие, то есть там всех пиздошат, убивают и всё такое. Мистер Смузи. Да. И при этом, при всём, чуваку, главному герою, глючится, блять, типа, зверь этот голубой... Голубой осёл с крыльями и рогом, типа, который, типа, его пытается наставить на пустынестины, чтобы он спас, типа, девочку Хейли. Вот. Сериал охуенный. Вот, хватило посмотреть кому-то одной, кому-то двух серий, чтобы вам неистово его рекомендовать. А учитывая, что это sci-fi, скорее всего, бля, он дальше второго сезона не пойдёт. Тут, кстати, можно добавить то, что смотреть надо в переводе кубик в кубе. Желательно под шофе. Не, под шофе всё заходит гораздо лучше. Давайте так. По-моему, априори, блядь, если есть перевод кубик в кубе, надо смотреть, блядь, в этом переводе. А, я думал, если ты скажешь, что если вы что-то смотрите под шофе, то надо это точно смотреть под шофе. Не, вообще, если есть перевод кубик в кубе, то нахуй даже оригинал идёт. А ещё есть момент... Ну, кстати, Кирилл, ты прав, почти всегда, потому что если фильм, ну, или сериал, хоть сколько-нибудь комедий, то, естественно, под шофе это будет заебеть. Следующий сериал в переводе студии кубик в кубе, который я сегодня буду рекомендовать. Да. Мы сегодня как... Всё, типа, поговорили про хэппи, про три билборда, и на этом всё. Ну, относительно каких-то свежих вещей мы опять возвращаемся к нашему классическому канону, когда мы говорим о всякой хуйне, о которой уже все смотрели. Ну, кстати, я думаю, это нет. Сериал Netflix Американский вандал. Значит, что это такое? Опять-таки, смотреть, сразу говоря, только в кубике. И Американский вандал, что это такое? Это такая псевдодокументалка, ну, такая на серьёзных пытающихся выглядеть щах. Это некое такое документальное расследование на тему того, что кто-то в школе у старшеклассников, у американских, расписал хуями... Ты должен был сказать, кто-то нарисовал хуи. Кто-то нарисовал 27 хуёв... Бля, 27 — это нормально. На 27 автомобилях. Да, и там такое прям строгое расследование. Они там пытаются выстроить таймлайн. Сколько надо времени, чтобы нахуярить эти 27 хуёв? Они ещё такие на картонках там рисовали хуи, типа такие, блядь, на 27 хуёв надо... И, в общем, обменяют одного чувака по сюжету, это завязка, который знатный членописец. В школе он, типа, прям постоянно хуярил письюны. Но там начинается, что он рисовал хуи и с волоснёй на яйцах, а эти... И залупа была не грибом. Да, да, да. Мочирком. В общем, суть в чём, почему, в общем, рекомендуем эту тему, потому что это реально такая с закосом под такое серьёзное документальное расследование, но все они реально такие по большей части на серьёзных вещах, но про хуи. То есть о том, как рисовались там хуи в школе и там, типа, вот он мог, а вот он не мог. Это вообще, на самом деле, такой сериал про вот американскую студенческую жизнь. И кто вот... Блядь, мы можем такой же... Такой же сериал снять про учебник биологии. Да. Можем. И глубей. Кто он? Кто написал? Ну там не так, там кто расходил все учебники, блядь, по биологии? Девётый бы, всё, блядь, первая и последняя серия. Нет, блядь, это неинтересно. А тут реально интересно и с, можно сказать, даже с непредсказуемым концом. Да, кстати, конец вообще там непредсказуемый. Казалось, что директор нарисовал все хуи. Там вообще такой... Ты посмотри, вот, и вы тоже. Инспектор Дуфи? Нет, это ещё круто, вот, кто любит смотреть про вот школу, институт, вот эти американские фильмы, ну, есть, вот, кто реально смотрит вот такое. Вот это прям оно. Ну там они круты, на самом деле, то есть там реально типа чуваки, которые якобы снимают вот эту документалку, они так глубоко погрузились во всю эту тему. Господин оператор, будьте добры. Они там начали поднимать какие-то грязное бельё там разных участников возможных и так далее. там ствол аккуратно, Макаров. Ладно, да не надо тогда. Я думал, это всё так пройдёт. Открой уху. Да-да, вот это тоже открой. Я это вставлю, короче, как перегиб. Вперёд. Про музыку. Да. Бессменный ведущий музыкального раздела на наших подкастах Кирилл Владимирович расскажет про какой-то пиздец. Да. В декабре я случайно на агрегаторе концертов наткнулся на такую там, что у нас в марте приезжает группа называется Хэматом и там такой расписные ребята такие абсолютно. Я такой, надо посмотреть, что за расписные ребята, что делают. Оказалось, это немецкая группа играет, ну, такой грув метал с примесью вот этого там Рамштайн, Майн Кампс выкрикивают. Нет, но поют по-немецки. Про Майн Камп нельзя в Германии, ты что? Что, то есть нельзя про моё и про борьбу? То есть про моё можно, про борьбу можно, а про мою борьбу нельзя. Нельзя. То есть они не уважают свою страну, свою историю. Свою историю. Они с 38 по 45 отдыхали всей страной. Их там не было. Не было, да. У них как пышка, ничего не было, потом они появились, короче. Вот. А сейчас такой инфоповод, у них вышел новый альбом. И он там Бэштедер Фрейх. Фрейхайт. Вот. Это можно послушать, это такой... Майн Бир. Что? Вот там, за дверью. Так. Продолжай. Если брать вот эту всю тусовку немецкого металла, где поет на немецком, прям вот, оно такая достаточно обширная, там вот основная группа это Рамштайн, которая вот это все зародила и которую все знают. Там еще есть такие там Мегагерц, Умх, Штальман, а вот эти, они такие... Лайбах, это уже Индастриал, и это Словения. Да, это вот видишь, это как в Европе. Типа, это что, ты русский? Нет, я украинец. А, ну ты русский, да, вот, типа, так же, как у них, типа, блядь, Словения, да хули это все. Но вот эти ребята, они играют музыку, она вот отличается от того металла, который чисто такой немецкий, который, ну не каждый как бы слушает. У них больше похоже это даже на Five Finger Death Punch, который вот, ну такие, чисто америкосы, ну такой качающий у них металл, хороший. Вот тут они тоже так отлично играют, он такой простой, прям, без всяких каких-то сложных там рифов, переходов каких-то, такого барабана в таких ебанутых, просто слушаешь, так все нормально, прекрасно, их в группе четыре человека, такой классический состав, гитарист, басист, барабанщик и солист, И припевы хором поют, ну хорошо. Церковным? Практически. Иногда можно даже, ну и церковным поют. Кремым ямбом поют? Это хуй знает. Я консерваторию не заканчиваю. Хореем, ёпта. Может. Хореем. Ну и к этому всему можно добавить, что послушать надо, я считаю, да надо, надо. И что если зайдет, и кто не знает, можно еще и послушать и Five Finger Death Punch, а вот кто знает Five Finger Death Punch, они у нас, кстати, очень в России известны, их даже по максимуму крутят до хуя причем, то вот Хэматом можно тоже спокойно слушать, это реально очень похожие группы. Ну и 2 марта концерт как бы в Москве. Будьте любезны. Да, 3 марта в Питере, почему нет? Блядь, и дешевле, чем сходить на Сергея Шнурова, например. Да, блядь, мне кажется, все дешевле, чем сходить на Шнурова. Ну можно как бы и Верку Сердючку послушать, но понравится тебе это? Нет, это хуйня. А вот это нормальное. Ты вот, Артем, всегда скептически ко всякому такому относишься, а сам периодически тоже слушаешь всякую хуйню. Да нет, Оля, нет, я слышу одно и то же дерево. Ты что такое говоришь, Артем, он, блядь, пиздец, он слушает только хардкор. Он, типа, если он послушает что-нибудь кроме хардкора, ему пизды, дает его внутреннее я и говорит, ты что? Разъебешь бар, извини. Короче, господа, издалека начну. Так выходит, что я музыку сейчас слышу только, в принципе, в двух вариациях. Это когда я еду в метро, в электричке и так далее, и на работе, ну так, чисто включить на фоне. Я не знаю, правда, вот пытался вспомнить, как так вышло, но я, блядь, слушал, дохуя, в последнее время такой коллектив, который называется Deliquent Habits. Вот, я, кстати, ждал, что вы такие все, да ты охуел, это ж такие пиздатые пацаны. Это, короче, блядь. Это всплывчатые привычки, или как это переводится? Ну, это вообще, деликвент, это типа, как закон, ну, типа, блядь, нарушение закона, что-то такое, нарушающий закон, что-то такое. Короче, это, Кирилл, для тебя, это чуваки, которые, помнишь, игру Total Overdose, или Chilling Conquer Nage, вот эта тема, Return to the Thress, вот это, да-да-да-да. Блин, давай поменьше, все понял. Вот. Рэпчино вот это? Да, да, это вообще, мексиканское. Короче, это Рэпчино из Лос-Анджелеса, я навел справки, это такой LA, этот, West Coast, там вся хуйня, которые там, по-моему, чуть ли не наполовину состоят из мексикосов, и у них, я послушал их все альбомы, и там первые альбомы, они такие, прям, вообще, такие хуёвые, и рэп такой злой, а потом они такие, видимо, поймали свою волну, и у них, типа, в рэпе дохуя мексиканского языка, и вот этих всех, вот, дудок там, и прочее, блядь, но, они, короче, очень сильно, и они, по-моему, вообще как-то завязаны с Cypress Hill, они, короче, очень похожи по вот этим вот, ну, битам, ну, по фоновым, короче, на Cypress Hill, такой, знаешь, старый, блядь, такой добрый, жирный, такой, блядь, вот этот фоновый вид, 90-х годов, да, для рэпа, может, это как раз там один из Cypress'ов есть, а он там что-то мутил, типа, как продюсер, Пиздолет? Пиздолет. Пиздолет, да, это как тут, пиздолетов, пиздолетов на хромаке, короче, суть в чем, блядь, я их слушаю, когда, я реально же вообще рэп, типа, не люблю, но я их слушаю, и вот, я вспоминаю сразу вот эту хуйню, как много музыка влияет на восприятие, как в Kingpin играл, вспоминаешь, да, а здесь такая же хуйня, я, короче, иду, блядь, по метро, у меня играет эта музыка, а я реально, как будто, блядь, по худу, иду, блядь, такой прям, мне кажется, даже походка такая. Велик спиздить, есть желание? У меня есть желание стрелять, начать, знаешь, блядь, он такой еще, на самом деле, говорю, у них биты такие жирнющие, еще с такими вот этими, при, вкраплении мексиканской хуйни, типа того. Это хорошо. Вот, они на самом деле, пиздет, круто, я себе просто скачал несколько альбомов, мы поедем к Кириллу в Кировскую, блядь, я просто, ну, они прошли проверку, потому что я их просто на работе, на фоне ставлю, и ты такой сидишь, блядь, только на ножке, так пританцовываешь, блядь. Нормально. Короче, тема реально охуенная, я сам, блядь, большой фанат всяких, типа, ну, таких, натурально записанных вещей, там, типа, рока и прочего, типа, в принципе, вообще такое я не слушаю, но я прям такой проникся, мне прям понравилось, поэтому делинквен хэббит, маффак, типа, там все дела. Мы вот, знаете что, нам надо как-то периодически тасовать темы, потому что, блядь, вот мы когда начинаем проигры, мы уже такие, блядь, а это опавшие. Короче, проигры, возможно, кто-то из наших зрителей, а скорее слушателей, не знает, что мы, блядь, проводим периодически стримы, на которые вы нихуя не приходите. А зря, например, на крайнем стриме Артем Павлович уснул в прямом эфире, и мы обкуесосили одну игру, которую так вышло, что в прошлое воскресенье я проснулся с Будуна, и я понял, что в Prey, о котором я расскажу чуть позже, мне играть не захотелось. Я, блядь, запустил Star Wars Battle. Блядь! Короче, ты знаешь, мнение об игре изменилось, объясню в чем суть. Ты просто был с Будуна, а не пьян. Да, но смотри, в Core Gameplay, типа, когда ты бегаешь, стреляешься, хуня, она реально по-прежнему хуевая, как, блядь, типа, ну, как все. Вопрос кроется в деталях и в том, как они скомпоновали игру относительно начала, то есть, опять-таки, они в начале почему-то поставили одни из самых скучных моментов в игре, и даже, когда мы добрались до моментов полетами, это было уже повеселее. То есть, идея в чем? Бля, мы-то все проебали, потому что были пьяны, как скоты. А идея была в чем? Что ты, типа, тусишь, блядь. Это наши стримы, мы на них пьяны, как скоты. Да, да, да. Короче, что ты, когда тусишь на эндоре, это как бы момент, когда в шестом эпизоде они въебывают вторую звезду смерти, и ты там присутствуешь. Ты что, дурак? Это, блядь, было известно вообще с самого начала. Да, но, блядь, мы это проебали, этот момент, когда мы стримили, блядь, и там реально такой пиздец, что ты играешь сначала за какой-то элитный сквад этот, Инферно Империи, и у тебя въебываются прям в небе эта звезда смерти, и они такие, а потом такие, блядь, не время, потом будем горевать, надо дать им пизды. И ты потом уже летишь вот в этих обломках звезды смерти, потом, короче, вообще на самых струнках, те за время игры дают поиграть за Люка, за Лею, за Хана Соло и за этого Ланда Калрисиана. Ну а хули зря они что делали, модель, ну типа модель. в итоге, типа, это такая понятное дело, что притянутая за уши хуйня, но естественно, что типа тех, за кого ты играешь, они потом такие, бля, Империя говном, и переходим в разряд сопротивления, это сделано просто для того, чтобы ты полетал и на Тайфайтере, и на Икс Винге. И бля, на самом деле, там есть просто охуительный, там реально все, что касается воздушных, вот этих, ну и космических баталий на этих кораблях, супер охуенно сделано, там есть прям моменты, пиздец, крутые, причем как и выглядящие, как и геймплей, когда ты там, типа, бля, на какой-нибудь Империал Стар Дестройер, снимаешь его защиту, потом такой, влетаешь внутрь, такой, прям, хуяришь всех, бля, вылетаешь, пиздец, то есть, в этом плане, неплохо, но опять-таки повторюсь, что в коре геймплее, когда тебя постоянно ничем-то не подкидывают новым, тебе пиздец скучно, потому что удивительно, что, бля, не знаю, в Call of Duty 2, блядь, было веселее играть, мне кажется, или в Modern Warfare 1, ну, там было хорошо все, да, и здесь вот реально очень скучно, и очень прям пиздец, это меня бесило, иногда в калах, в не самых удачных, когда прям видно, что идет некая такая война, но ты такой, если встанешь, такой просто, блядь, и будешь смотреть, эта война такая бесконечная, ну, то есть, ты пока там дальше не пойдешь и кого-нибудь не убьешь, оно такое просто, декорации, да, они такие друг в друга стреляют, ничего не происходит, вот, именно поэтому. Блядь, она, короче, у меня самое интересное, типа, что мне больше всего было интересно, вот, от игры, вот, Battlefront 2, типа, она как-нибудь связует, шестой и седьмой эпизод, там чё-нибудь, блядь, да объясняется, или просто так? Объясняется, что, короче, типа, Люк прилетает на планету, какую-то, типа, где тусил император, ну, перед смертью еще, ну, до смерти, и он там оставил, короче, карту, блядь, типа, и он ее нашел, типа, Люк, и съебался, короче. Чё за карту, чё, блядь? какую-то карту, на какую-то планету, короче, он туда, типа, съебался, ну, то есть, короче, чувак, реально там связующий, такой, момент такой, ну, едва-едва. Короче, понятно. Это как моя любимая тема, когда, типа, а вот, чуваки, вот, вы думали, все было так, а было немножко не так, и тут, ну, примерно, ты понимаешь, как там все было, но оказалось, что вот эти вот герои, которых ввели в качестве главных они там и Леи помогли, блядь, и Хану Солу помогли, в какой-то момент, ну, короче, такое себе, но в целом, говорю, вот космический бит, вот там явно видно, что это кто-то делал отдельная контора, это было заебись. Кирилл, расскажи про Gravity Rush. А вот она хороша, но, но. Хороша настолько, насколько была хороша первая часть. Которую никто не играл. Конечно. А я же был ремастер, да, на плойку? вот это кто-то играл. Причем, кстати, его даже, по-моему, раздавали совсем недавно в Плюсе, или что-то, либо она стоила 300 рублей. Ну, вот это, может быть, в Плюсе точно нет. Да, за 300 рублей ее продавали. Продавали, скорее всего. То есть, по игре сразу видно, что делалась она на Виту. Ее в Плюсе выдавали для Виты. Я же в нее так и играл. ну вот. И ее за 300 продавали на нормальную плойку. потом на ремастер на четвертую плойку. Нет, ну, то есть, почему, у тебя же она на картридже? Да. Ты просто задаешь точку, типа, и кнопкой ее тормозишь, типа, главного героя. И она такая, раз в воздухе повисла, ты ее перенаправил, она в другую сторону. Она летит по прямой. Ну, там, то есть, есть какие-то такие, ну, типа, свободу у нее, маневрировать, но она такая жидкая-жидкая совсем. Игра про японскую девочку с красными глазами и котейку, в которой вселенная. Да, представь себе силуэт... Блять, мне надо поиграть в эту игру. Кстати, поиграю, представь себе, вот просто силуэт котейки, пас. Ну, внутри заливка, это некая такая, блядь, текстура. как вселенная. Вселенная такая переливая. Это почти мое, вот, идеальное мировоззрение. Это, как если бы Шило, бля, у него не просто черный цвет был, а еще и звезды какие-то, Маргарик, короче, вот, типа того. Но Шило, он почти абсолютно черный. Кстати, бля, ну, интересная, и у нее реально... Она реально очень затягивает по сеттингу сюжету. То есть, там в плане механик тоже проблем нет, надо просто привыкнуть к этому управлению. да, да. Но в плане построения миссий, там есть такие миссии, вот это японцы этим прям страдают, что ты такой, бля, миссию, да, там вот, вот я проходил, была миссия, это почти начало, типа, тебя обучают механикам, и такие, блядь, надо там вот слетать в какую-то темную зону, это похеру, да, там типа, и там надо выполнить какие-то потаенные задания, и тогда тебе откроется какая-то неведомая хуйня. Ну, и ты такой... Тебе напишет made by Hideo Kojima. Типа того. Но, как бы, в европейской игре, современной, это было бы так, ты такие два-три задания выполнил, такой, все, я понял, и тебе все открылось. Либо показали ролик, как она как будто бы что-то сделала еще, и ты такой, бля, заебись, так тут тебя сейчас страхуют вот этим вот одними и теми же заданиями, ты такой, перелетел на следующий островок, ты такой, бля, хватит уже, они такие, нет, давай еще разок. Это все напоминает, вот у меня в этом плане самые такие воспоминания, это когда я играл в первый хал, еще на иксбоксе просто, и вот там такого дохуя, когда ты просто пиздуешь по длинному-длинному коридору, просто идешь. И вот здесь такое есть, но вот это единственный, можно сказать, минус игры, потому что, бля, иди ты нахуй, будильник звонит. В 20.42, бля, самое время нахуй. Это я его вчера поставил, чтобы сюда же и прийти, кстати. Окей. В остальном игра хороша, она такая милая, няшная, прекрасная, там девочка такая, красиво отрисованная. Она вся в селлшейдинге, а заставочки, это такие комиксы, и причем ты, когда Джостик вот так вот болтаешь, да, у него вот гироскоп, и у тебя комикс, он такой типа полуобъемный, он так вот. Витя это было круче, потому что... У меня не было Вити. Витя. Будет. Это как Витя, остановите, Витя надо выйти, да? Витя, кстати, вышел в итоге. В смысле? Ну, PlayStation, видите, он в итоге вышел. А, ну да, да. Вот, поэтому... Посему? Вот. Если в ближайшее время PlayStation опять расщедрится и будет давать бесплатно, либо за меньше тысячи рублей Gravity Rush ремастер... Стоит ознакомиться? Первый. Обязательно стоит его поиграть и пройти, а после этого уже взять и второй, когда он тоже сильно подешевеет. Ну, это такая игра, которую поиграть стоит, но брать ее там за... Крипа второй за 300 отдавали уже. Нет. Нет, второй не отдавали за 300 отдавали. Первый, первый точно отдавали. Да, да, да. Это игры стоящие, которые такие прям, они не напряжены, с интересной историей. И ты там в итоге проникаешься... Первый даже сейчас стоит 574 рубля. Ну, вообще нормально. Экономия 73%. Артем, возьми... Блядь, еще не выгодно. Артем, возьми, поиграй. Вот надо... Вот когда будет 300, вот тогда да. Ну, окей. Короче, про то, куда катится игровая индустрия и с чем нам стоит мириться. То есть, есть тенденция о том, что все перейдет в лутбоксы и полный пиздец ад и садомию. Куда, короче, крутит руль Microsoft. И это куда интереснее. Короче, у Microsoft-то вкратце есть сейчас, помимо этой... Инициативы... Энтом? Не-не, помимо электрон... Этот... Инициативы Electronic Arts, что у них есть вот этот... И Аксесс, когда ты платишь, типа, определенное количество за подписку денег. И тебе дается пром... Супер дохуя... Ну, это как Амедиатека работает. Да, супер дохуя Electronic Arts'ских игр. Не самых новых, а самые новые дают... И не самых лучших. Нет, там тупо все. Ну, там не будет Horizon Zero Dawn. Нет, там не будет Зельда. Электроник Артс, подожди. Тем более, это Microsoft. Ты что, не все что-то, блядь, да? Ты что, упоролся, что ли? Короче, у тебя на... Я не прополел чего-то. У тебя на Xbox'е была тема, что ты Electronic Arts и iAccess. Ты платишь там условно какие-то, по-моему, 300 рублей в месяц, у тебя доступны все игры Electronic Arts'а прям на халяву, кроме самых последних. Но они постоянно пополняются. Блядь, а нахуй мне это игры от Electronic Arts? Я тебе объясняю, как это все работает. Сейчас Xbox замутил еще одну подписочную хуйню, свою собственную Xbox Game Pass, где ты, короче, получаешь за 600 рублей в месяц хуилиард игр разной степени пиздатости и не пиздатости. Там, например, Hello 5, что там из пиздатого еще было. Не, ну ты вот вкул. Pacman. Ну, там, короче, много рекорда и прочее. Но они сейчас, к чему я эту историю... За 600 месяцев? Да. К чему новость, что они объявили, что все их эксклюзивы будут доступны в этой хуйне на халяву день в день. Sea of Thieves, State of Decay 2, Crackdown 3, это из того, что сейчас анонсировано. Готовится, да. Вероятно, что все, что они покажут, если они что-то покажут на E3, оно будет тоже. Покажут Xbox X, X, а в следующем году Xbox X. И там можно пороться будет. Или самогон. Ну, тоже. Тот одно из... Короче, самогон из картона. Соль, соль... Нет, а ты не Дэмго покажешь. Ты собираешь самогонный аппарат из картона и гонишь. Он работает. Да, и он работает. Два часа, потом он просто протекает. Это путь Nintendo. Соль в чем? В чем суть новости? Ну, помимо того, что это кажется прикольной темой для нас игроков, от Microsoft официально открещиваются дохуя ритейловых игровых сетей по всему миру. И там, типа, в Европе какие-то сети просто говорят, что с таким подходом идите нахуй, мы вообще тупо с полок убираем продукцию Microsoft. их начали бойкотировать с этой хернёй. То есть, в теории... это, кстати, хуёво, потому что не будет конкуренции. То есть, в теории... Не-не-не, просто идея в чём? В теории, что если бы представь, что такой... Не, с точки зрения игрока это очень охуенная тема. Ну, просто игр нет. Не, ну, пока нет. Ну, просто представь себе... Блядь, пока нет, и их никто не будет делать по такой схеме. Почему? Может быть? Нет. Почему? Если вот это будет оккупация... блядь, кто-то делает кино и сериалы, блядь, по этой схеме? в принципе, по этой схеме... Блядь, Netflix монополисты. Не путай жопу с пальцем. Netflix, во-первых, не монополист, а во-вторых, эта тема реально может зайти, но им надо Xbox переводить, вот что это не консоль, а это у тебя какая-то такая приблуда к телевизору, но её надо прям позиционировать по-другому. вот это дерьмо купят только те, у кого уже есть PlayStation, и те, кто поиграли в нормальный PlayStation. Ну ты себе просто прикинь историю, вот просто, ну так... Нет. В голове представь, что если вот примерно такой сервис, типа тебе дают, и говорят, вот ты сейчас... Бля, Nvidia Now. Да нет, не о другом. Я говорю, вот прикинь, ты сейчас за PlayStation Plus платишь там условные какие-то там три, сколько там, двести в год, 300-200. А представь, что ты платишь типа 7000 рублей в год. И у тебя все игры там... А у тебя тупо там вышел Horizon, ты в него на халяву играешь, вышел God of War, на халяву играешь, вышел там Spider-Man, Только на Xbox не выходит ни Horizon, ни God of War, нет. Ты понимаешь, им сейчас нужно перетянуть как бы полотенце, ну, на подъем. Им сначала, они не с того угла зашли, им не надо сделать, делать сервис сперва, им надо сперва делать игры. Я думаю, что они это и так понимают, просто они как бы проебали по времени. Просто игры они не могут, наверное, сделать. Просто, ну, идея в чем, что, типа, например, тот же там Sea of Thieves, вот это вот, вот из всего того, что представлено, ну, оно такое себе, типа... Посмотри на превью этого сервиса, ты хоть в одну игру из этого превью хочешь поиграть? Я бы, кстати... Так мы уже там поиграли. Блядь, в какую? Ну, я, вот из этих вот в две бы поиграл. Вот между Sea of Thieves и Overwatch вот мне скажет к вам, давай поиграем либо в Sea of Thieves или в Overwatch, я выберу Overwatch. Я бы поиграл в Sea of Thieves, если бы она была на плойке, блядь, мы в нее могли бы все поиграть. Это говорят очень весело. Это потому, что нас семеро. Нет, просто это не долго может быть будет весело, но это, блядь, прикольно. Но идея в чем? Ты просто пойми, что... Короче, я понимаю, идея хорошая, но она не будет работать. Это как раз вот это будет работать только по той простой причине, что ты смотришь глазами такого прожженного геймера, нормального пацана, а это все сделано для чуваков, которые, для мудаков. Ну почему обязательно для мудаков? Просто люди, для обычного человека, который пришел вечером с работы, и он не так много играет. Он, короче, себе возьмет, блядь, Xbox условный, где-нибудь американец какой-нибудь, купит себе вот эту подписку, ему такой пиздец, вот там, блядь, вон, Sunset Overdrive, блядь. Ни за что платить не надо, платишь подписку, играешь во что хочешь, ну, типа, блядь, а там игры, ну, типа, разного сорта пиздатости, как бы их, блядь, нормально, ну, то есть, в принципе, вон там вышел, да. Ты там за 600 рублей охуеешь в это все играть. Ну, то есть, если ты такой чувак, не который всю жизнь играл, а который первый раз себе консоль купил, блядь, и Dead Rising 3. Блядь, чувак, я был... Metal Gear Solid 5. Я был чуваком, который себе впервые в жизни купил консоль. Да нет, это нормальная история, вполне. И Microsoft, они тут могут вот именно на этой теме выйти еще неплохо. Да, да, да. Со всей этой историей. Я тоже говорю, им сейчас нужно немножко на... То есть, я сейчас верю, ну, то есть, в реальную тему все-таки Microsoft это компания неполных прям ебанатов, блядь, ну, как бы, как бы они не действовали. И я верю в то, что они сейчас реально вложились в дохера разработку игр. Ну, точнее, как сейчас, если вот на E3 они покажут, что-нибудь, если нет, тогда они, конечно, полные ебанаты. Вот. Да, типа создатели гонок делают RPG-шку там, вот это же. Слушай, ну, если это... Вложились. Ну, как... А кто у них, у них такого, по-моему, нету. Не, ну, они там есть слух, что, типа, создатели Forza Horizon будут новую Fable делать, но у них, типа, это, возможно, чуваки просто бунтанули, сказали, мы, бля, заебались уже, делать... Что-нибудь другое. Либо дайте нам что-нибудь другое, или мы сейчас просто ебемся. Они такие, не вопрос. Бля, это дохуя истории с талантливыми чуваками. Ну, как критерия, на него он в свое время Black там делал. Да, да похуй. Короче, бля, нормальная схема для того, чтобы им поднять тупо продажи консоли, бля, потому что, если будет продажа консоли, будет, бля, желающие делать для них игры, это, ну, как здоровая конкуренция. А к слову о том, что ты сказал, что, типа, бля, консоль, консоль, вот мы всегда говорили, что если у вас... Консоль, консоль. Если у вас есть, типа, какая-нибудь приставка, или в данном случае, ну, я про Ведьмака 3-го, вот, и даже приставка не обязательно нужна, если есть нормальная пекарня, то... Я считаю, что в Ведьмака 3-го на компе играть, это просто, это врачеловый ебан. Да какая разница-то? Это геймпад подключил то же самое. Да, я думаю, что там и на клаве, и на мышке неплохо. Не-не-не-не-не-не. Вот тупо на диване с пивком. Я веду к тому, что если вы сидите, у вас есть какая-то игровая платформа, современная более-менее, вы думаете о чем, ну, во что поиграть, за недорого, поиграйте в Ведьмака, а если уже играли в Ведьмака, поиграйте, блядь, в Prey. И тут говняшку понесло! О, на самом деле, крутость Prey в том, что это реально та самая, я это долго формулировал, и я пришел к мнению, что это та самая... Ты репетировал, наверное, даже, да? Да, перед зеркалом... Такой Prey! Да, голый. Как ты, знаешь, должен это... Ты как продажник должен... Ты такой, бля, вот я так сейчас расскажу, что мне самому захочется. Мне вот такой весь подкаст бухает, такой, типа, матерится, а тут такой, как Вилсаком. Да ебать, я знаю хорошую игру, Prey, она замечательная. Это, знаешь, не, это, короче, надо будет это вообще в другом помещении тут... В другом измерении. В этот, в этот, в Элладу зайти там как раз нормально, я такой в костюме стою. Смокинге! Самое смешное, что мы рассказываем про игру, которая, а, вышла почти больше... ну, почти год назад, б, компания... Ретро-обзор, я называл, да. Компания ее разработчиков уже расформирована. То есть, смысл... Да, их Аркейн же все сказали, вы ничего не зарабатываете, идите... А кто их издавал? То бишь, нахуй Дизонор, нахуй Prey, и что-то еще они делали... Ну, и Дизонор 2! Блядь, ну я Дизонор... Да похуй, короче. Ну, и они делали... Аркейн делали Дизонор и Prey. Это же, кстати, выходцы из Half-Life 2. Там, на самом деле, пиздец много, откуда они выходцы, но там, как бы, сам, как чувак этот, который главный, говорил, что я, типа, могу делать всякое дерьмо... А их на мороз выгнали или просто по студии? Да я думаю, их все разберут, как гореть и пирожки. Нет, там же, как бы, по-моему, сам Аркейн не закрыт, как факт. Просто этот чувак, который самый главный, который идейный, он сказал, я, типа, заебался того, что, типа, нет отдачи. Что мы делаем, типа, реально супер душевные игры, а продажи показывают, что вам нужен ёбаный, блядь, Call of Duty. Вот. Это Call of Duty, может, мне кажется, вот реально, это прям... Это игра прецедент. Мне, кстати, даже интересно, как он продался вот новый вот этот. Охуенно продался. Конечно, да. Так его же все вообще подошли. Слушай, даже Звездные Войны, Battlefront 2 охуенно продался. Ну, вот это я сомневаюсь. Он, кстати, продался 7 миллионов, Battlefront 2 копий. Но это, кстати, меньше, чем они ожидали. Видеогейм... Ну, как меньше, чем ожидали. Но столько же, как и первый. Меньше, чем первый. Первый продался, по-моему, в два раза больше. А они там на хуйню, блядь, меньше. Не-не-не, по-моему, 14 продался. По-моему, на хуйню меньше. Хорошо, похуй. Прикол в том, что, Кирилл, это будет интересно, на состояние 2 декабря 2017 года Call of Duty VV2 самая, блядь, продаваемая игра в мире. Ладно. Короче... Давай найдем первую игру, годную игру, которая, блядь, продалась хорошо. Вот давай, по списку вниз, какая первая игра. Ну, Super Mario Odyssey мне нравится. Grand Tourism Sport. Кстати, она на хорошем месте. Ебать, Grand Tourism нихуя себе. Сразу за ней идет Star Wars Battlefront 2. Настоятельно не рекомендую. Здесь лучше смотреть японские чаты. Там вообще, да? Ладно, блядь. Где Вульфенштейн? Он же провалился. А его нет. Ну, я не знаю, здесь нельзя, по-моему, больше 10 посмотреть. Ты можешь Вульфа набрать прямо в поиске и тебе скажут, сколько он продался. Там все хуёло. Короче, что такое Prey? Это игра, которая чисто авторская, безумная. Это, знаешь, как страшное словосочетание Immersive Sim, которое на самом деле в этой игре ни хера не работает. То есть, здесь тебе нельзя взять, ну, как, типа, ты можешь скрытно, а можешь с пушкой на голову. Ху, ты там, что с пушкой на голову поделаешь? То есть, по столу второй, это было Immersive Sim. Да. А мы-то и не знали. Да, да, да. Короче, всё, что нужно знать о Prey, это то, что это научная фантастика, блядь, в лучших проявлениях, вот как мы это всё любим. То есть, реально, вот с точки зрения, вот если эту хуйню в кино перенести, это прям пиздец круто. Там есть, короче, такая херня, я не знаю, как они технически сделали, но это очень круто. У них, типа, внутри их, этой игровой вселенной, есть технология зеркала. Её суть в чём? Что ты, типа, стоишь у стены, на ней, типа, ну, даже не стена, просто в центре комнаты стоит зеркало. Стекло, хорошо. И ты внутрь него смотришь, и ты, как бы, видишь трёхмерное помещение, другое. И там могут люди ходить и прочее. И ты можешь под любыми углами смотреть, и это как вот пиздец прям в отрыве. И ты можешь пиздануть по этой хуйней гаечным ключом, она где-то сломается, ты будешь видеть за ней, типа, а вот здесь ты на том месте, где ещё не сломалось, будешь видеть вот это трёхмерное другое помещение. Это, бля, очень феерично смотрится, вот, ну, как бы, даже сейчас. Плюс, игра реально очень крутая в плане погружения. Действительно, это игра, которую невозможно стримить, потому что ты там постоянно какие-то записочки читаешь интересные и прочее. Постоянно сидишь такой на очке, эти мимики, которые превращаются во всякое дерьмо. Ну, и в конце концов, блядь, эта игра сейчас там на распродажах стоит там, блядь, косарь меньше обычно. 500 рублей. Ну, типа того, да, если, блин, реально кто-то вот хочет такую игру, чтобы с погружением, реально с, блин, интересным миром, интересным геймплеем, там, потому что каждое тебе приспособление, которым ты, типа, можешь убивать, тебе это пушкой, ну, не поворачивайся язык назад, оно все сделано так интересно, концептуально, то есть это не, типа, там, вот эта классика, типа, у тебя там ручное оружие, пистолет, дробовик, автомат, вот это как они. Один, два, четыре, пять, шесть, 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 и, блин, реально, прям погружаешься, интересно, что происходит в этом мире, и, кстати, эта игра очень сильно напоминает, не знаю почему, сейчас скажу почему, Resident Evil 7 или Alien Isolation, почему, потому что в игре такой интенсивный бэктрекинг, то есть ты постоянно ходишь из одного помещения в другой, и там реально каждое помещение с такой, с такой дикой любовью архитектурно обставлено, там какие-то предметы и прочее, ну, ты в космос-то там вышел уже? да, 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 естественно, вот, и ты ходишь из помещения в помещение, тебя так, ну, заставляют, типа, сходи туда, потом туда, вернись, да, и ты постоянно, ты уже начинаешь просто эту карту фактически заучивать, и забавно, когда ты такой идешь и смотришь, блядь, тут нахуй не стояла эта ебаная кружка, и ты в нее стреляешь из чего-нибудь, и там мимик, ты его разъебываешь, вот, и много таких моментов, когда там вообще история этих мимиков, когда там целая лаборатория, где ты там нажимаешь кнопки, и там опыты ставятся над ними, это реально круто, такая комната, где, блядь, все обклеено бумажками, это не мимик, типа того, и ты такой смотришь, а что-то без бумажки, такой, ах ты ебаная тварь, вот, и, не, ну, это хорошо, это реально круто, это прям вот такая крутая, блядь, научная фантастика, как вот, если бы сейчас какой-нибудь, не знаю, второй назад в будущее сняли, блин, реально, круто там, тебе как-то навяливают, понятно, что вот это все дурь, вот, псевдонаучно, ну, блин, интересно, это, знаешь, это игра из того разрядов, которые все нормальные люди поиграют лет через пять, и скажут, ебать, как это ж охуенно было, самое плохое, знаешь, что? Нихуя, никто не будет играть в старые игры лет через пять, сто пудово не будет, потому что, когда мы, типа, играли во всякие Лерскроусы, которые до сих пор, кто там играет, наверное, это только начиналось, а сейчас уже это все на потоке, блядь, а то, что на потоке, это все нахуй никому не нужно. Я тебе так скажу, что, блин, ведь Prey, это, вот, это, кстати, вот все, Prey, это крутой вообще, прям, показатель того, как работает сейчас, ну, такая мощная индустрия, как игровая, потому что, реально, в прошлом году, когда она вышла, там, в мае, по-моему, да, ее реально многие, прям, такие хорошие, блядь, издания, хорошие люди рекомендовали, ее рекомендовали, и что, блядь, это помогло ее продажам, вообще ни разу, от того, что мы ее рекомендуем, блядь, ты знаешь, Wolfenstein тоже, блядь, все порекомендовали, все, ну, как бы, ведь реально охуительная игра, просто по Wolfenstein я так понимаю, что она нормально продалась, то есть все довольны ее продажами, ну, все равно, это не так много, но, ну, никто не сказал такой, что, типа, блядь, сингл еще жив, ни хуя, блядь, все равно, как бы, ну, по финансовым отчетам, получается, что игры, которые на онлайн рассчитаны, они придают больше бабла разработкам, это и понятно, как современные игры-сервисы, когда реально вот эта вся ебаторика с лутбоксами, с прочей хуйней, вот это то, что сейчас происходит с овервотчем, с овервотч-лигой, это вообще, блядь, пиздец, они там охуели, так это Blizzard, они могут охуевать, да, они типа въебали, сказали вход в Blizzard Лигу, 20 лямов, а Twitch им забашлял 90 лямов за эксклюзивные права ее транслировать, бля, молодцы, а обычным игрокам предлагается покупать хуильярд скинов, вот этих, типа, проскрашенных обычных классических скинов под команды вот этой лиги, а, типа, если ты хочешь, ну, когда у тебя один токен дают бесплатно на эту хуйню, а второй токен стоит 5 баксов, бля, я вообще считаю, что нахуй вот эти вот все игры, которые на онлайне завязаны, всех их нахуй посылаешь, короче, тут покупаешь только игры, которые на сюжет завязаны. видишь, грусть в чем? Ну, вот, потому что, ну, мне неинтересно онлайн. Хороший пример, опять-таки, того, как вот, что тебе интересно, и что интересно миру, это, типа, краснознаменный орден Ленина, этой, артели, команда, этот, Remedy, которая делала... видишь? Нет. Ремеди, которая делала Quantum Break и много еще чего хорошего. Она же типа показала, что типа... Патманца... Нет. Remedy же... Нет? Нет. Чего? Или я путаю? Нет, ты путаешь. Рокстейди делала... А, да, блядь. Бэтмон, Бэтмон, кстати, успешный финансово. Ну, это потому что Бэтмон. Quantum Break, например, неуспешный, теперь Remedy делают китайцам какой-то, блядь, контру, типа того. Хорошо. Вот. А почему? Потому что они там реально денег заработают больше, чем они заработали вообще за все время. Ну, им, кстати... Блядь, но есть же один прецедент. Есть? Давайте я уже повторюсь, миллионный раз есть ведьмак, который стопудово окупился. Но он окупился, чувак, в формате достаточно, ну, объективно относительно всего мира недорогой польской разработки. То есть они в него реально дохера денег вылупили, но, например, если бы они за эти же деньги делали в Америке, то они бы хуй чего бы сделали. Блядь, они получили свои деньги. Мне больше нравится другая... Подожди, они получили свои деньги. Это, это, знаешь, это такой случай... Все крабы рады. Нет. Это единичный случай, он тебе статистику не делает вообще никак. Так, блядь, может быть, нужно пример с этого случая брать? Есть другой очень... Может быть, надо делать как вот прям вот надо? Оно так не работает. Блядь, есть другой... Почему не работает? Вот оно так не работает по факту. То есть это реально такое можно сказать... Ну да, это ступенье. А вот сейчас они выпустят киберпанк, который... И обошрутся. А он, кстати, Который окажется говном, но его купят все. Ну, не факт. А это факт, кстати, это интересная, опять-таки, игра... Блядь, ну, может, ты не купишь, и ты не купишь. Потому что вы знаете, что я его куплю. Ты в курсе, что игровая статистика, например, так работает, как из кино во многом, что, например, Resident Evil 4, который, ну, типа, признан гениальным... Ну, пятый купили все. А пятый купили там чуть ли не в три раза больше. И так очень много примеров, когда следующая часть, она, типа, ну, на хайпе предыдущей, удачной, много собирала. Я другую хотел под занавес привести. В пример, компанию мы сейчас заканчиваем. Вот. Это Rockstar, который, типа, сделали GTA 5, которая шикарная синглплеерная игра, но им это не помешало сделать на базе этого охуенный мультиплеер, на котором они там что-то денег зарабатывают уже сколько лет к ряду. Понимаешь, в чем разница? Они сперва сделали сингл, а потом уже... Там это все вместе вышло. Они просто мультиплеер развивают. Блядь, продолжают. Просто у них опыт. Ну, всех знают GTA по синглу, а потом уже мультиплеер. Ну, нет, я просто... Это сейчас уже тоже. Ты просто не играешь в мультик, поэтому тебе это неинтересно. На самом деле, я уверен, что... Да нет, ну, нет чуваков, которые, блядь, в GTA 5 приходят. Они за сколько денег с GTA Online берут? Это нормальная тема. Блядь, ну, нет чемпионатов по GTA Online. Это другое. Это игра про другое. Да. Но я, кстати, не удивлюсь, что ты там, грубо говоря, рандомно сейчас возьмешь каких-нибудь там аудиторию, и ты такой, вы играете в GTA? И они такие, да, и те там из них 80% скажут, что они играют в онлайн, а в сингл может подымо вообще не играли. Да, да, да. Блядь, я им ебал, оба сука. Нет, у них просто красивая ситуация была. Я всегда говорил, еще когда играл, не знаю, там в третью GTA, что типа, бля, возьми вот эту конструкцию и к ней привяжу онлайн, это же будет пиздец. Это как бы сотворили с Сан-Андреасом, когда вот эти фанатские мультиплееры были. Уже какой-никакой мультиплеер был в четвертой официальный, а в пятой они просто довели прям как-то абсолютно с постоянной поддержкой с каким-то, то есть у них реально есть крутой живой мир и им просто туда ремки. Мне вот всегда нравился пример с рокстерами, когда первый Red Dead Redemption, кстати, второй перенесли на Октябрь, там уже народ говорит, пиздец всему. Типа, когда они сделали первый Red Dead, а потом такие говорят, а давай вот, у нас уже живой есть туда зомбарей запустим, типа, бля, и получился аддон Undead Nightmare. И, бля, это реально круто. Мне кажется, на уровне GTA можно делать вообще бесконечное количество вот этих вариаций. То есть, бля, именно GTA... Потому что у них движок такой, что у них там все люди гибкие, все можно сделать. Ну, то есть, блин, реально им там на уровне GTA 5 сделать условно какой-нибудь там официальный там апдейт про апокалипсис вообще нихуя ничего не стоит. Да, где все люди бегут тупо на тебя. Да. В общем, короче, нам надо завязывать. Кто-то хочет поссать, кто-то хочет просто закончить. Я хочу поссать, Кирилл хочет закончить. Всем, как всегда, давайте придумаем на этот раз слово Coconut Bay. И если вы досмотрели до конца, прошу вас написать в комментариях, чтобы мы знали своих героев. А так, всем спасибо. Можете даже точку поставить. Всем Зигизмунда! Всем Зигизмунда! Подписывайтесь там, ставьте лайки. Мамке привет! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok